Архитектурный облик Одинцовского округа за последнее время значительно улучшился. Здесь стало меньше самовольных, недостроенных и аварийных зданий. Всего было найдено таких 845 на нашей территории. Из них 697 уже ликвидировали. Это почти 83%. Большая работа. В том числе 167 таких объектов в прошедшем 2022 году. По итогам прошлого года Одинцовский округ занял первое место по показателю ликвидации самовольных и недостроенных, а также аварийных объектов. Такая программа улучшает и уровень жизни местных жителей. В 2022 году 232 человека отпраздновали новоселье по программе переселения из ветхого жилья. 29 детей, оставшихся без попечения родителей, получили отремонтированные квартиры. Решили вопрос и с обманутыми дольщиками шести проблемных объектов. Задача на 2023 год полностью решить проблему, сделать так, чтобы обманутых дольщиков больше не осталось. Это поручение и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и, конечно, губернатора Московской области Андреевича Воробьева. Положительные перемены коснулись и жителей отдаленных военных городков. Так, в Кубинке-10 благоустроили сквер, открыли Акуловскую амбулаторию, открыли детский сад на улице Армейской. В ближайших планах провести комплексную модернизацию инфраструктуры. Изменения коснутся котельных, водозаборных узлов, КНС и очистных сооружений. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов. Телекомпания Одинцова.